Суперлига по мини-футболу выходит на стадию плей-офф. В завершающем туре регулярного чемпионата Нижегородская торпеда встречается в двухматчевом противостоянии с одним из лидеров таблицы – Тюменью. В первой игре хозяева паркета начинают негостеприимно и забивают трижды в стартовой 25-минутке. Только во втором тайме нижегородцы отыгрывают два мяча за счет точных ударов Серебрякова и Борского. В свою очередь Тюмень забивает еще четыре мяча и устанавливает окончательный счет 7-2. В первом матче тура торпеда уступает. Цель, наверное, подготовиться получше к играм на вылет уже, к сценарии, к команде. Отработать какие-то командные взаимодействия, которые мы нарабатывали. Но в целом, да, верно сказали, что надо уже готовиться к ПВФ. Второй матч начинается по сценарию первого. Уже на второй минуте торпеда пропускает после углового, но бежит отыгрываться. Два стопроцентных момента вытаскивает вратарь Тюмени. Нижегородцы продолжают прессинговать, и это приносит результат. После отбора и точной передачи на Аширова лучший бомбардир торпеда сравнивают счет на девятой минуте. Уже на двадцатой минуте Тюмень вновь выходит вперед после точного удара Таффи, а после выстрела Антошкина хозяева увеличивают счет. Второй тайм начинается для торпеда вновь с пропущенного гола, на этот раз со штрафного. Дальше Нижегородцы играют уже в пять полевых. И этим пользуются тюменцы. После очередной контратаки они забивают пятый мяч, а затем и шестой. На этом и закончили. 1-6. Торпеда уступает. По игре я не скажу, что мы ее проиграли. Играли достойно, были свои моменты, но не забили. И такой от этого результат. Сезон получился хорошим. Мы дебютанты и набрали 27 очков. И я считаю, что это хорошо. Впереди плей-офф и надо готовиться и выиграть. Матч против Тюмени становится прощальным в профессиональной карьере играющего президента торпеда Николая Ходова. Впереди плей-офф и торпеда предстоят матчи с Синарой. Первые две игры нижегородцы проведут в гостях 14 и 15 мая в Екатеринбурге, 19 и 20 мая в Нижнем Новгороде. Артемий Катков. Время новостей.